оказаться в америке уже спустя там годы многие вы знаете кровью и слезами народ ноги много из народа божия платил тогда великую цену и они претерпевали гонение кстати еще один факт я назову слушайте это тоже очень очень важный из как раз событий 19 века я так вот ну как бы вот такие вот самые такие моменты такие но щекочащие буквально нервы там не были моменты хорошие но я сейчас так как мало времени я буду именно таких малоизвестных вещах рассказывать сейчас то что не популярность сегодня в современной истории потому что историю сейчас опять переписывают современные как раз вот кремлевские боссы да вот именно переписывают историю совершенно но шиворот на выбор это я бы сказал так некоторые даже историки современным российские чуть ли не говорят что вот дореволюция была просто идея вообще все было но настолько хорошо а потом злые эти евреи или большевики, вот они напали, вот и получился кавардак. Просто душный русский народ совратили. Вы знаете, в народе говорят правильно, просто так, даже прыщ не вскочит, знаете, просто так. Народ это умнее этих академиков, современных многих. Мне стыдно слушать порой этих людей, просто стыдно, просто вообще, позорище. Когда в Москве просто слушаешь программы некоторые, пишут академик Академии наук России, говорит такую наглость, просто, но, к сожалению, нет возможности обратной связи. Ну ладно, Бог, я верю, вразумит этих людей. И, друзья мои, знаете что? Еще один эпизод расскажу, такой щекотящий нервы. В 1897, то есть в самом конце уже 19 века, в Казани, в Казани был собор такой проведен. Это назывался не собором даже, а это был съезд духовенства, миссионерский съезд в Казани. Он назывался, точно назывался Третий миссионерский съезд. Это было в Казани, и на этом съезде. Миссионерство православной церкви было, как бы, обозначено не как проповедь Евангелия, не как обращение народов ко Христу, ну, в обычном смысле миссионерского, а именно как борьба с протестантизмом, борьба с евангельским движением, то есть разевангелизация, что ли, народов. Это довольно интересно звучит. Но что было, то было. Почему в Казани? Потому что в Казани не допустили иностранцев, журналистов, опасались их, что будет придано огласке все это. Но было удивительно, журналисты иностранные все-таки пробрались туда, в том числе с американской газеты, один журналист, они немного схитрили под чужими документами, они были там, и с Францией журналисты два, по-моему, двое. И эти иностранцы были свидетелями, именно благодаря этому маленькому такому факту, события закрытого этого съезда стали достоянием гласности. Если бы не этот факт, люди бы не знали бы о готовящемся избиении Холокосте неком таком российском. Знаете, это похоже было на заговор Омана какого-то, не знаю, нового. Дело в том, что среди выступавших, да, там были не только священники, там были, да, там сотни священнослужителей, но там были и генералы, там, адмиралы, то есть министры, то есть такие известные деятели, как бы, да, политики такие, которые имели власть, деньги большие очень имели даже, то есть, как бы, элита была тогдашняя, министры, и то, что решалось там, должно было, по идее, иметь силу закона. Конечно, главным докладчиком на съезде был митрополит Рязанский Милетий. Милетий, митрополит Рязанский. И этот священнослужитель предложил самую радикальную форму борьбы с протестантизмом. Я так вкратце сейчас закончу. Он предложил проект концлагерей для протестантов. Он предложил построить бараки, заполярье, ряды колючей проволоки, пулеметной вышки, все охрана, паек минимальный, и выход лишь один вернуться, как говорится, к матери православной церкви. Предварительно предполагалось лишить всех прав родительских и имущественных, всех протестантов в России. Проект концлагеря был принят единогласно. К позору русской церкви. Он был принят единогласно. Не нашлось, как говорил один из современников, князь Мещерский писал, когда узнал об этом, редактор журнала «Гражданин». Такой был очень популярный, известный журнал российский. Когда он узнал об этом, он сказал, неужели на съезде нашлось хотя бы одного порядочного человека, который хотя бы воздержался от голосования, потому что там было три формы – «за», «против» и «воздержался». Но не нашлось даже одного порядочного священника в России тогда, который был там, из тех, что были там, которые бы хотя бы воздержались от голосования. И министры, и попы – все голосовали за концлагеря. Но я уже сказал, что каким-то чудом, хитростью где-то как-то иностранцы, журналисты оказались там и были свидетелями всего того голосования и этих проектов. И рискуя даже, один из них даже рисковал своей жизнью даже по этому поводу, вот открытым текстом с ближайшего отделения почты, телеграммами, большие статьи были переправлены за океан. Американская общественность узнала об этом событии на следующее утро, в тот же день, на следующее утро. Ведущие газеты публиковали сенсационные материалы о готовящемся массовом истреблении христиан в России. До того времени многие американцы наивно полагали, что Россия – христианская страна. Они не думали, что христиан вот так массово будут истреблять в России. И дальше такие же материалы появились и во французских газетах, потому что там были репортеры и также из Франции. А затем уже европейские многие страны, они перепечатывали то, что было публиковано там, в этих газетах. История интересна. Закон этот должен был... Кстати, а российская общественность? Была ли она поставлена в известность? Нет. Первые материалы об этом съезде лишь спустя полгода появляются в российской прессе. И то без подробностей, а лишь общее сведение, информация. Собрались, молились, заседали, решали, пили многое лето императору и прочее. Без подробностей такого плана. То есть российская общественность узнавала об этих материалах лишь из западной печати, и американской печати. Но даже доходящие до нас иностранные издания вызывали просто шок у многих издателей. Таких, как князь Мещерский, в частности. Я уже называл его. Дальше. Дальше. Кстати, Господь дал мне возможность поработать в библиотеке Ленина на эту тему в Москве и в Химках, в хранилище газеты «Журнал». И два, даже три дня, фактически, от открытия до самого закрытия у меня была возможность работать с изданиями, именно российскими изданиями за 1897 и частично 1898 годы. Мне интересно... Я перелопатил кучу материалов этих. Мне интересно было узнать, что писали по этому поводу церковные служители, светские люди. Вы знаете, друзья мои, полный бред. Священники многие говорили, так им и надо. Я, честно говоря, был... Я читал, думал, это что... Это... Они сошли с ума, но гриппом болеют, как эпидемии, а не сумасшествие. Есть одно похожее состояние – одержимость. Такое ощущение, что бесы контролировали очень многие священников, друзья мои. И, да, вопрос, почему закон не вступил в силу? Ведь он был принят. Нужна была подпись императора. Были условия царского самодержавия. То есть, как ни голосуй, все равно подпись должна быть императора. Без этого закон и незакон никакой. Царь не поставил подписи своей. Не потому, что он любил протестантов. Он был ярым гонителем. Николай II был ярым гонителем евангельских верующих. Кстати, за годы своего царствования он объявил ряд амнистий. Отпускали даже террористов, пойманных с бомбами. Тут тогдашних бен Ладена всяких отпускали. Но не отпустили ни одного евангельского проповедника. Представляете себе картину? Царь был явно в больших проблемах. Своё царство Николай II, это тоже малоизвестный факт, он начинал со спиритического сеанса, вызвав в свой дворец сатаниста номер один, реаниматора сатанизма европейского, доктора Пайноса, так называемого, который был консультантом при австро-венгерском дворе тогдашнем, который потом полностью исчез, будем так говорить. И также его супруга Алиса, или же Александра, которая была, ну, её родословной от королевы Виктории тогдашней, ещё тогда ещё живой, кстати, по-моему, да, викторианская эпоха, так называемая, в Англии. Ну, как бы апогеи их развития, монархии в Британии. Так вот, королева Виктория, при всем уважении к Англии, к её там имени, очень почитаемом в Англии. Но, друзья, она имела большущие проблемы, по крайней мере, во второй половине своей жизни. Она имела проблемы со спиритизмом, оккультизмом именно. Большущая проблема. Когда умер её очень горячо любимый ей супруг, то она считала, она так и не вышла замуж, и она считала, что она может продолжать общаться со своим уже покойным уже мужем благодаря услугам магов и спиритистов всякого рода. Я был в Гессене, был в некоторых других городах Германии, где проживали тогда потомки королевы Виктории, в том числе и сама Алиса в Дармштадте, город Дармштадт. Так вот, в музее был Дармштадта, там, где показывают, как жили те принцессы, оказывается, там экскурсовод, немка, она лицо не заинтересованное, она просто показывает эти вещи, личные вещи. Мне было интересно посмотреть. И там столы, ну, стол как стол, вижу только знаки зодиака какие-то. Оказывается, у них было нормально, как зубы почистить, вызвать какого-то духа и пообщаться с ним. Думаю, вот это да. И это то, что сегодня русская церковь называется святой императрицей Александра Фёдоровной. Да, друзья мои, а потом Гришка Распутин и прочая мерзость, которая была при дворце. Магия, оккультизм никогда не доводят до хорошего конца. Никогда. В Библии много раз предупреждение есть об этом. Если бы царь Николай, он бы не магов-спиритистов вызывал бы, не чародеев всяких там экстрасенсов, а бы Библию внимательно прочитал бы. Покаялся бы перед Богом, друзья мои, не был бы такой позорный конец его царства. Друзья мои, и ещё что. Почему царь не подписал? Россию тогда спасла Америка. Это, я думаю, незаслуженно забытый момент истории. При всех сейчас напряжённостях отношений политических российско-американских, я скажу так, что Россия должна быть миллион раз благодарна Америке за то, что тогда политики американские спасли Россию от этого истребления, от этого позора на весь мир. Дело в том, что тогда это не просто совпадение, слишком много для просто совпадения. Если бы... Кстати, друзья, я же не сказал такую вещь. Николай II, это с его же подачи документ, Милетия был оглашён там, в Казани. Но не сам Николай додумался. Его батюшка, его отец, Александр III, додумался до этого. А почему он не смог это осуществить? Внезапная скоропостижная смерть. Здоровый мужик, спортсмен. То есть он как бы следил за собой вообще. Он даже завещаний не оставлял никаких. Он не думал, что так вот скоро умрёт. Вдруг внезапно, раз, смерть. Как только он замыслил, истребить протестантов и евреев, тут же моментальная смерть. Друзья, это не просто совпадение. Фашисты русские сегодня говорят, это его евреи отравили специально, чтобы он евреев не пошерстил. Какой там отравил, друзья мои? Есть Бог на небе, который присматривает за ситуацией на земле. И, друзья, потом, если бы не смерть Николая, а Александра III, проект был бы воплощён 100%. Потому что Александр III, хотя в союзе с Америкой Францией был, но по большому счёту он говорил так, что у нас в России только лишь два союзника. Это армия и флот. То есть, в принципе, хотя и то, и другое оказалось просто-напросто блефом, сила армии и флота была показана явно дальше, в дальнейших событиях. То есть, и то, и другое просто-напросто было химерой. Но он верил в силу армии и флота тогдашнего российского. И вот он бы не обратил внимания на заявление союзников. Но Николай II был человеком другим. Он был таким больше, как бы, ну, женоподобным. Ну, в таком смысле, что он, ну, без характера человек. Вот, и когда союзника заявили нет, он послушался их и сказал, нет, я не хочу портить отношения. И он отказался подписывать документ. Если, и ещё, не просто совпадение. Это было в 1897-м. Накануне были выборы в Америке, в США. В России не было выборов, там были цари. А в Америке были уже принципы демократические. То есть, были выборы. И вот, в Америке были накануне выборы. И до того, до 1996-го, в Белом доме были демократы, которые бы протест даже не выразили, даже формальные извинения не принесли бы. Но в 1996-м победили республиканцы. И пришёл Уильям Маккинли, президент. Это 25-й президент Америки. Очень известная личность. Доктрина Монро была при нём просто аннулирована. То есть, это доктрина американская, ошибочная, что Америка только ради Америки. Всё. Наплевать на весь остальной мир. Мы только для себя живём. То, что сегодня Клинтон хочет госпожа протащить в Америке. То есть, принцип как бы изоляционизма. Вот такая была доктрина в Америке некоторое время. Демократами насаждаема. Вот Уильям Маккинли заявил, что мы не только Америка для Америки. Опыт наш благоставение для всего мира. Не только христианского, для всего мира. Потом пошло уже такое понятие, как мировой полицейский, мировой жандарм и прочее. То есть, он заявил примерно следующее, что если притесняют верующих в любой стране, христианской, мусульманской, буддистской, мы, американцы, нам не всё равно, что там происходит. И будем использовать все рычаги политические, экономические, военные даже, чтобы защитить мир во всей цивилизации. И опыт свой он предложил для... То есть, Маккинли был реформатором. Если бы не Маккинли, то Америка сегодня загнулась бы давно бы уже. Давно бы уже загнулась. Ну, я не хочу так... Вот сейчас тоже выборы предлагаются там в Америке, да? Тоже демократы сейчас там такие глупости несут вообще. Разврат, гомосексуализм во всех штатах хотят там насадить. Вот Джон Маккейн сейчас все христиане, не только американские, но и в других странах многих, и у нас там, и наша церковь тоже подсоединяется сейчас. Мы молимся, постимся многие за то, чтобы сейчас и республиканцы победили, чтобы Маккейн пришёл к власти, чтобы политика нормальность сохраняла, чтобы не было этого разврата, чтобы, по крайней мере, не то, что не было, но чтобы были приостановлены, по крайней мере, эти процессы, какие сейчас, к сожалению, набирают обороты. Но если демократы придут сейчас, то это будет просто, как я это называю, торжественными похоронами Америки. Так вот, и знаете, друзья, тогда этот республиканец Уильям Маккейнли, кстати, если вы карту географическую представляете себе в Америке, да, на Аляске есть самая высокая точка Северной Америки. Она так называется, гора Маккейнли. То есть легко запомнить вам будет, ориентироваться. В честь этого президента назвали альпинисты американские эту гору, потому что, ну, как бы слишком велика была заслуга вообще перед миром его. И именно Маккейнли, когда он прям в утренних новостях прочитал, что в России готовится холокост и истребление верующих, он заявил, что в случае, прямо это от себя лично, потом Гарри Хобарт, это вице-президент тогдашний, потом Конгресс на своем заседании внеочередном, Сенат о большинстве, опять-таки тогда, в отличие от сегодняшней Америки, тогда были республиканцы в Сенате и в Конгрессе, большинство, и они написали протест, что если будет такой проект принят, то Россия будет изолирована экономически, политически и военно, будет блокада со всех сторон. А тогда до 77% денег России, которое имело, это за вывоз сельхозпродукции. Принимаете? Это означало фиаско, все, поражение по всем фронтам. Дальше, Николай II не поставил подпись, испугавшись союзников. Его батюшка бы так не сделал. Он был такой, ну, грубо говоря, безбашенный в чем-то. И вот, и слава Богу, что тот был хотя бы пугливый какой-то. И вот, значит, он не подписал проект, проект лег в архив. Но проект лег в архив до времени. В 1918 году, 5 сентября, декрет Ленина о концлагерях. Сегодня это Всемирный день жертв узников концлагерей. Декрет Ленина от 5 сентября 1918 года, первый в истории цивилизации декрет, который концентрационный лагеря смерти для истребления целых классов общества был оглашен. Совнарком подписался весь тогдашнее правительство советское молодое. Это была годовщина советской власти. И уже зимой 1918-1919 годов первый лагерь смерти был уже создан по проекту православного митрополита Милетия. ГУЛАГ, друзья мои, его первой ласточкой был православный митрополит. И угадайте, кто были первыми узниками этого лагеря смерти? Кто из первых классов заполнил первый класс этого лагеря смерти? Священнослужители. И притом многие из тех, кто в Казани тогда молодыми священниками поднимали руки и голосовали за. И я думаю, что это не просто проклятие. Я думаю, в этом еще и была и милость Бога. Потому что я не имею подтверждений исторических. Мне хотелось бы, конечно, иметь что-то, но нет у меня таких данных. Но у меня есть внутреннее такое понимание, что все-таки многие из них, они покаялись, эти люди. Потому что, я думаю, каким же твердолобом надо быть вообще, чтобы, оказавшись на тех же нарах, на том же пайке, в лагере, о котором они поднимали руки для христиан других, и не задуматься, не увидеть причинно-следственной связи никакой. И я думаю, что все-таки, даже пусть там перед смертью самой уже, но была возможность покаяться у многих из этих братьев. Лже-братьев бывших там. Вы знаете, друзья, вот такая история. Кстати, я еще раз расскажу ужасный конец этой истории. Это еще не все еще? Не слишком много страшного на ночь? А, все, мне уже Алис Гуд говорит, все. Я, значит, скажу следующее. Значит, знаете, друзья? О-о-о, отец Михаил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу. Русская православная церковь. Представляете, какая провокация? Хотя ничего доброго человек не сделал, кроме как вот лагеря смерти, проект. Ну и еще массовых крещений под дулами ружей и под залпы боевой артиллерии бурятского народа, что ему приписывают. Одним словом, этот миссионер, пролив кровь многих бурятов, продолжив концлагерь смерти, вошел в русскую церковь сегодня как святой, с ореолом святости. Знаете, думаю, это большой позор в современной церкви. Я предлагаю молиться о том, чтобы это было неиспровернуто, чтобы пуримный переворот произошел, таки, на нашей земле. И как бы тьма ни сгущалась, но есть свет, который никакая тьма не сможет погасить. Наоборот, свет рассеивает всякую тьму. Этот свет сам Иисус Христос, который пришел, чтобы имели жизнь мы все и жизнь с избытком. Слава Иисусу Христу. Вот такие истории. Я вам рассказывал в эти дни. Больше, наверное, страшного такого, как бы, да? Вот в истории было не только много страшного, много хорошего было и смешного всякого. Но, я думаю, вот этот курс был такой отрезвляющий. И, я думаю, вы прекрасно понимаете, что без Христа мы ничего не сможем сделать на самом деле. И только лишь на Него. Самый дорогой мой, такой на пусте последний, наверное, будет, что? Держите то, что вы сейчас имеете. Держите, дорожите этим. Просто вот этот огонь пусть никогда не погаснет. Пусть новое поколение не станет опять каким-то дряхлым поколением опять. Вот таких ворчунов, христиан ворчунов. Аминь. Ну, пока у вас такие батюшки, вам повезло. Давайте встанем, помолимся. Отец наш и Бог и Царь, во имя Иисуса Христа, благословен Ты, Господь Бог наш всемогущий. Ты созидаешь свою церковь. Ты созидаешь, Господь, свой народ. И то, что Ты созидаешь, никто и ничто не сможет разрушить. Но, Господь могущий, церковь Твоя есть столб и утверждение истины. Церковь Твоя святая. Господь, на этой земле, как столб и утверждение истины. Отец, благослови, Господь, каждого из нас. Благослови, Господь, быть утвердителем истины, основанием истины. Бог всемогущий, благослови. Я прошу Тебя, Боже, пусть через каждого из нас, присутствующих здесь, Господь студентов. Боже, многие православные также, Боже, покорятся вере. И многие священники, Господи, покорятся вере. И пусть Слово Твое проповедуется в храмах, Господь. Не ересь, но Слово Твое. Во имя Иисуса Христа. Благословен Ты, Царь наш. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Халлелуйя. Халлелуйя. Аминь. Воздайте великую славу за отца Сергея. Воскликните Господу. Халлелуйя. Аминь. Спасибо большое за то, что вы приехали, за ваш труд, вклад, служение. Знаете, друзья, это такая тема, история, что, может, не она очень привлекательна, но она необходима. Если мы не знаем свою историю, свое прошлое, мы никак не можем определиться в настоящем. Мы не знаем настоящее, не определились в настоящем, мы не можем двигаться в будущее. И как важно, чтобы мы были вооружены историческими фактами и могли разговаривать со всеми, и у нас, чтобы был контр-аргумент. Это то, чего не хватает протестантизме в нашем движении, в наших церквях. И я очень благодарен. Тебе спасибо за это знание, за то, что ты передаешь нам. Я думаю, что мы все записали. Это, на самом деле, историческая встреча. И я верю, что Бог через нас будет писать новую историю на российской земле. Поэтому это историческая библейская школа. Это исторические встречи. Это историческое учение. Аминь. Давайте еще раз воскликаем Господу. Халлелуя. Друзья, мы должны слышать исторические вещи. Мы должны услышать и знать историю православия. Но дух православия не должен сойти на нас. Это то, о чем говорим. Огонь мы не имеем права терять. Аминь. Это учение, то, что работает на интеллект. Да, вот, может, мне ни о чем не говорят эти даты, но они нужны, чтобы ты разговаривал. Потому что мы, новое поколение, не рассчитаны на бомжов и на наркоманов. Мы их тоже будем спасать. Вот бомжам и наркоманам эти даты, эти цифры ни о чем не говорят. Но когда вы поговорите с историками, со специалистами, и вы будете говорить с серьезными датами, серьезными историческими фактами, аргументами, тогда ваше Евангелие, ваше слово, ваше свидетельство, оно будет весомым. Поэтому я понимаю, что многим неинтересно, спас хочется, но хочу вам сказать, что это очень важная тема. Берите, закажите кассеты, этот материал, и у вас будет дома этот материал, и можете подарить даже другим людям. Аминь. Поэтому я очень благодарен и очень ценю, что вы приехали, и спасибо, что во время моего отсутствия вы здесь держали фронт. Слава Богу. Аминь. И хочется... Спасибо. Спасибо. Пастор Сергей, от лица всей библейской... Отец Сергей, я теперь батюшка, он отец. Отец Сергей, от лица всей библейской школы хочу выразить вам огромное, сказать огромное спасибо. Спасибо за ваше служение, которое является для нас огромным благословением на самом деле. Спасибо вам за ваше сердце, которое так любит Бога, настолько сильно. Спасибо за то, что вы согласились служить в этом нелегком служении. Реформация православной церкви, кто бы мог об этом подумать на самом деле. Спасибо вам большое, что вы согласились, что вы послушали Бога. За смелость, за верность Богу. Да. На самом деле религия это очень страшная штука. И люди, дьявол пленяет умы людей, действительно, и тем самым отдаляет их от истинного поклонения Богу. И это очень страшно. Но тому, чему вы нас научили, то, что вы нам дали, открыли глаза на очень многие вещи. И теперь мы знаем правду об этом. И эту правду мы расскажем всем. Здесь очень большая армия людей. По всей России очень много городов. И эта правда, она будет в каждом городе. Это царство небесное, оно утвердится на этой земле. Это сто процентов. Есть Писание в Библии, которое гласит, говорит о том, что когда стены Ерихона рухнули до основания, то народ вошел в город, ну каждый со своей стороны. И они взяли город. Вот именно то, что мы узнали здесь, это одна из сторон, чем мы можем взять свои города. Рассказать людям правду не только о дьяволе, но и о Боге. Какой у нас великий всемогучий Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. И еще одна такая вещь. Я верю и я знаю, ну не только я, но и вся библейская школа, что ваша мечта о реформации православной церкви, она не может не осуществиться, потому что это мечта самого Бога. Бог хочет, чтобы люди были в нем, а он был в людях. Спасибо вам большое. Я знаю, что придет скоро такое время, когда мы будем поклоняться с нашими православными братьями. С православными служителями. И с сестрами тоже. И с сестрами тоже, да. И мы будем в одном духе и в одном теле. В Господе нашему Иисусе Христе. Спасибо. Я прошу, пожалуйста, примите эти аплодисменты и этот сувенир от нас на память вам. Спасибо вам, пастор. Вот это часы, засекайте время, реформация началась. Привет, пожалуйста. Да. Халлелуя. Ну, теперь добрый день. Большой привет от пастора Алексея и от пастора Ольги. Спасибо. 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 Продолжение следует...